Можешь голубой и синий одновременно Синий здесь, да? Да, ультрамарин Синий, голубая ФЦ, голубит Полностью избавиться от белого Давай Чуть-чуть коричневиться И прежде чем всю зелёность выразить Сначала выразишь такую тихую зелёность задника Голубоватую зелёность Выразишь её Вот оно То есть именно голубой с коричневым Очень хороший цвет для моря Смотрите, вот он Идеальный цвет Разные тональности этого цвета Чуть больше белил, чуть меньше белил Появится вот этот движ цветовых Вернее, колебаний воды Вот Это пятно тоже сначала расштрихуешь То есть нам сейчас нужно вещество Нашвыряешь вещества, нашвыряешь, нашвыряешь Можешь чуть-чуть березы сюда добавить Наполнить, наполнить, наполнить Обязательно заметить, что волна узенькая Потому что мы обычно расширяем любой предмет, которому мы уделяем внимание Расширяем Не расширяем То есть здесь у тебя ещё каменюки Причём каменюки ты сначала будешь укладывать С синькой Можно синькой с коричневым Чтобы они не напортили раньше, чем мы увидим, что они хороши То есть тот же цвет, просто более смугло Нашвыряешь, нашвыряешь, нашвыряешь Хорошо? Да То есть тонально это будет из двух Вернее, в цвете это будет из двух цветиков Голубой и коричневый А тонально чуть светлее, чуть темнее Чуть светлее, чуть темнее В том числе и вот эти тоже накидаешь Значит здесь немножко плотнее Немножко плотнее, крупнее Вот этот мотив Бирюзы с желтотой немножечко подыграть Посмеление Да, именно бирюзы с желтотой И вот это вот крупное такое проявление Так, сейчас бирюзы наташим Вот оно, вот оно Даже сама полосатость, которая будет складываться во время уплаты Вот здесь, смотри, волна падает Показать это Вот я ее не поняла Ага То есть после колесика вот этого, после поднятия вернее Начинается обычно колесико Вот оно как Вот такое колесико Здесь вот это вот продолжить Вот эту красоту Вот здесь А пену потом подзбрила Взяла синеватость белого в тени Синеватость белого в тени Посадила сначала синеватость падающей пены Можешь близко к тексту, можешь чуть-чуть с импровизацией По конфигурации самой Вот, а потом уже по макушечкам придет светлость Пеночки Светлость И появится внятный свет тень Что для нас очень всегда важно, актуально Да? Вот такое что-то Вот такое что-то А я здесь запуталась, куда вода Она здесь придет То же самое, подзбрила чуть-чуть И вот эту линию, где не видно Как перешел вот этот поворот В тот поворот Там не видно И очень хорошо, что не видно Мы его заслоним Падающей пеной Теневым проявлением И световым Плюс вот это проявление Лодочное проявление края То есть вот появился внятный свет тень Отсюда явно свет Туда уходит теневая И появилась конструкция За волной не видна конструкция Лучше показать, как будто бы она видна Как будто там еще пена Которая отделит вот этот валик И все становится выгодно И вторая волна Идет за ней Там уже бьется А тот камень Появляется сюжетная линия Камни же в конце можно прописать Да? Да Здесь появится Лежачая плоскость Со своими Глянцами Вот такими Глянцевыми проявлениями То есть и теневые проявления Белого Пенного И теневые И световые тоже Появятся Вот в этом все Каменюка Будет Голубой Розовый В тени Можно плюс Немножко коричневого Но В основе Голубой Розовый Хороший Ржавый Цвет Остался В подкладке О Уже Да? Уже Красота Чуть Чуть Потом Эту красоту Под Тронешь Даже Может быть Не перегущивать И не перебарщивать Вот такие Недозвуки Поставишь То есть Не все Может быть Заслонить А частично Только Всегда Здорово Звучит Свет Из-под теневой Найдешь Где здесь Свет Из-под теневой Он запутал Тебя очень Он любого Запутает Даже художника Который Никогда Не сталкивался С написанием Моря Обязательно Запутает Хотя он В принципе Все может Нарисовать Если он Не маринист То он бы Тоже Запутался И не нужно Там все Это Вырисовывать Нужно Показать Поднявшуюся Площадку Нужно Показать Красивый Взрывчик Пен Глянец Воды Глянец И структурки Эффектные Структурки Но ты не додаешь Теневых Кстати Где теневые Толком Синяя пена Не происходила Весьма Здесь Додавало Здесь Чередование Освещенностей И неосвещенностей И вся Эта история Складывалась К лежанию То есть Она здесь Вся Складывалась Чтобы лечь И вот Она ложится И все Становится На свои места Свет Из-под Теневой Вижу Что Видишь Молодец Действительно Вот эти Ступени Ухода Формируют Здесь Из-под Малютки Камня Камень Малюточка Из-под Него Тоже Вышла Вышел Свет Еще Одна Ступенечка Здесь Сначала Вышел Отсюда Потом Из-под Вот этого Камня Тоже Свет Из-под Теневой И действительно Ступень Ступень И оно Уходит Здесь Падающая Тень От Камня И вот Эта Лежачая Часть Плоскости Должна Быть Обозначена Более Внятно Смотри Еще Одно Ребро Сделал Я его Сделал Нечайно Но Как бы У этой Нечайности Была Своя Предыстория Поэтому И у тебя Если ты будешь Часто Такие вещи Делать У этих Нечайностей Будет Появляться Предыстория В данном Случа Это не Свет Из-под Теневой Это Просто Силуэт Камня Выражен Более Внятно Камни Камни Любят Быть Подрезанными Снизу Вот Прям Подрезанными Подрезанными Здесь Более Тихая Ситуация Больше Вот Такая Косой Свет Вода Лежит Свет Скользит По этой Поверхности Если Здесь Он Упирается Сталкивается С ней То Там Просто Вот Такая Протянутость Он Красивый Создать Боловнятину Этих Красивый Боловнятину Этих Пеночек Тоже Такая Глянцевость Воды Там Этого Нет Но Мы знаем Что На многих Картинах Мы Это Видели И Это Было Красиво Вот Такой Какой Нибудь Узорчик Этих Белых Пен В тени Просто Красивенький Узорчик Потому что Если мы будем Повторять Все Все Звуки Которые Видим У моря Мы Сойдем С ума Зачем Нам Это Я была На грани Смотри Смотри Ой Туда Вот Ушли Вот Смотри Я немножко Преувеличил Синьку А она Села Хорошо Как-то Так Села Вот Оставим Я Слишком Приблизил Эту Гору Не знаю Как С ней Бороться Так Заслоним Ее Раз Заслоним Ее Два Три В Несколько Заслонений В Несколько Заслонений Она Отвалит Когда Целый ряд Камней Ее Ступенчато Заслонит Она Вынуждена Будет Угомониться Вот Еще Облака Неба Там В этом Не могу Понять Что Пока Сделала Очень Хорошо Но Надо Прибавить Я не знаю Вот Хочется Там Полурозовых Полурозовых Нерозовых Зус А Один histories Добрый Отлич В Г態 Из Из — Субтитры сделал DimaTorzok Такой рифмованный Он же где-то и здесь чуть-чуть рифмуется Ну, к примеру Спасибо Вот эту Вот эту Чего вдруг у нас здесь бугром Здесь бугром Возьмешь себе нормальный Этот самый Потом бирюзовенький Чтоб он без этого Хотят И с ними тоже приклонится Линию горизонтика Да-да-да Линию горизонтика Внятно выровняем Да-да Продолжение следует... ...со стороны неба чуть-чуть отчикаем. Хорошие, очень хорошие места. Ой, пардон. Так, еще лучше стало. Такой нервный огноносок. То есть чуть-чуть из коричневого. И вот дальний этот камень не слишком близкий по рассветам? Ну, да, я с тобой согласен, что он там слишком одинаковый. Давай его еще раз, еще в большую стаю выстроим. А, может, ему не делать вот эту? Да. Может, его сделать... О! ...спуском к воде? Ну, да, он дразнит передний камень. И нам это настолько не выгодно. А так, да, спуск к воде такой скалистый. Молодец. Ну, слушай, ну, молодец. Значит, с этим кто разобраться? Видишь, я березы сюда чуть-чуть, густоты твяка доложу. Сюда еще чуть-чуть вот этих настроений. Сюда еще чуть-чуть вот этих настроений. Ну, если получится в эту густоту упаковать, упакуешь. Если не получится, тогда по-сухому. Я имею в виду вот такие рябые проявления взрыва пены. Смотри. По кромочке там пенится чуть-чуть. И она сразу раз и отделилась. Здесь нет отделенности. Ничего нам не стоит взять и создать ее. Наверное, по-сухому надо будет чуть-чуть этим макушечкам. Потому что краски много, оно красиво. Но не хватает рябоватого. Здесь плоскости не хватает чуть-чуть. Причем плоскости со скользящим светом. Вот такой плоскости. И уходящий в перспективу. Ты согласна? Смотри. Она змейкой стала уползать. И там не надо. Там много всего. А нам много всего там не надо. Нам нужна уползающая плоскость. И только здесь ее чуть-чуть веселит свет. Ну давай. Чуть-чуть еще того и сего.